Ни гвоздя, ни жезла пожелали всем на Лахтинском проспекте. В Приморском районе прошел седьмой международный мотосалон. У меня под селом двухлитровый мотор, способный вытянуть паровоз. Винтажный монстр Индиан стоит больше двух миллионов рублей, но это не самый дорогой экспонат на выставке. Самыми дорогими, а точнее бесценными оказались двухколесные машины времени. Реставраторы и коллекционеры из России и зарубежья представили более 20 раритетных мотоциклов, восстановленных буквально по болтику. Алексей Тюрин нашел один из своих байков в поле, где тот пролежал больше полувека. Довольно сложно было его восстановить, потому что не было ни одного сохранившегося целого элемента. Рама была разбита, мотор был разбит, крыльев, колеса не было, вообще бака тоже не было. После трех лет кропотливой работы австрийский мотоцикл довоенного выпуска способен не только красиво блестеть, но и двигаться своим ходом. Чтобы осуществить такое, детали пришлось собирать по всему свету. Это по любви, считают байкеры. Тяга к прекрасному двухколесному начинается еще с детства. В обычной жизни человек может быть токарем, президентом компании, владельцем банка, бакрохода, но когда он садится на мотоцикл, он становится равный в среде равных. На выставке гости познакомились с полсотни мотоклубов, оценили новинки в области техники и оборудования, открыли для себя кастомайзинг – авторские мотоциклы переделки. За три дня работы через павильоны прошли десятки тысяч человек. Международный салон «ИМИС» уже стал крупнейшим в России. Теперь организаторы планируют побить и мировые рекорды.